Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Терри Пратчетт. Пятый элефант. Говорят, что мир плоский и опирается на спины четырех слонов, которые, в свою очередь, стоят на спине гигантской черепахи. Говорят, что слоны эти — создание таких невероятных размеров, что кости их сотворены из горных пород и железа, а жилы — из золота, для лучшей проводимости нервных импульсов на огромных расстояниях. Все это не мертвые камни и руда, к которым мы привыкли, а самые, что ни на есть живые. Для описания этой минералогии гномы разработали целую систему мифов и легенд, причем весьма сложную. А еще говорят, что давным-давно пятый слон ластрубил в небеса и с ревом пронесся сквозь атмосферу молодого мира и грянул озимь с такой силой, что расколол землю на континенты и поднял ввысь горы. Конечно, увидеть, как он приземлился, было некому, что рождает интересную мировоззренческую дилемму. Но если миллионы тонн разъяренной слонятины крутятся в небесах, а никто этого не слышит, издает ли этот слон, с философской, конечно, точки зрения, шум? И если никто не видел, как он упал, действительно ли это произошло? Другими словами, не сказочка ли это для детей, призванное объяснить некоторые любопытные природные явления? Что же касается сложивших эту легенду гномов, которые копают куда глубже, нежели другие обитатели плоского мира, те говорят, что в ней есть доля истины. В ясный день наблюдателю, выбравшему правильную точку обзора в Овцепикских горах, открывается вид на длинный тракт, пролегающий через равнины. В разгар лета наблюдатель мог бы сосчитать столбы пыли, которые поднимают караваны Волов, ползя по ней со скоростью 2 мили в час. Как правило, упряжка Волов тащила поезд из двух телег по 4 тонны груза на каждой. Требовалось немало времени, чтобы такой конвой достиг конечной цели, но когда он, наконец, появлялся в пункте назначения, товаров и народу там было в избытке. В города на побережьях Круглого моря экспортировали сырье, а порой охотников за крупицей счастья и пригоршней алмазов. В горы, в свою очередь, доставлялись инструменты и мануфактура, диковинные вещицы заморских стран и люди, обзаведшиеся мудростью и парочкой шрамов. Поезда следовали друг за другом с промежутком в один день пути. Они превратили пейзаж в развернутую машину времени. В ясный день с вершин запросто можно было увидеть прошлый вторник. Между караванами то и дело вспыхивали солнечные зайчики сообщений. Купцы обменивались сведениями о возможном нападении разбойников, о состоянии грузов и о постоялых дворах, где предложат завтрак из двойной яичницы, тройной порции жареного картофеля и отбивной, свисающей с краев тарелки во все стороны. На телегах ехало множество людей. Это было недорого, это было лучше, чем идти пешком, и рано или поздно ты попадал куда надо. Кое-кто и вовсе путешествовал бесплатно. Один возщик никак не мог успокоить свою тягловую силу, она явно перепугалась не на шутку. В горах удивляться не пришлось бы, там хватает зверья, для которого валы всего лишь странствующая еда. Но здесь не было ничего опаснее капусты. За спиной возщика, свернувшись в узком зазоре между штабелями досок, дремало какое-то существо. Это был просто очередной день в Ангмарпорке. Сержант Колонн балансировал на шаткой лестнице в конце латунного моста, одной из самых оживленных транспортных артерий города. Одной рукой он ухватился за высокий столб с укрепленной на нем коробкой, а другой поднес к щели в передней части этой коробки самодельную книжечку с картинками. — А это другая повозка, — сказал он. — Понятно? — Ага. — отозвался из коробки тихий голосок. — Ладно. Удовлетворился этим ответом Колонн. Он уронил книжицу и указал на мост. — Теперь вот что. Видишь эти два значка, нарисованные на булыжнике? — Ага. — И они означают что? — Если повозка следует за другой раньше, чем через минуту, одна двигается слишком быстро, — протараторил голосок. — Отлично. Стал быть, мне ты ее зарисовываю. — Так, чтобы было видно лицо возчика или номер повозки. — А если сейчас ночь, ты поджигаю саламандру для лучшего освещения. — Молодец, родни. Дежурный будет каждый день приходить и забирать твои картинки. У тебя есть все необходимое. — Кует, Хирланд. Колонн посмотрел вниз и улыбнулся, обращенный к нему огромной черной физиономией. — Добрый день, сплошь, — сказал он, тяжело спускаясь по лестнице. — А вот полюбуйтесь-ка, мистер Джолсон. Это современные уличные часы нового миллениума. — Немного великоватый Фред, — сказал сплошь Джолсон, критически обозревая коробку. — Видал я и поменьше. — Слышал выражение стоять на часах, сплошь? — Так вот, это именно такие часы и есть. — Ах, вот оно что! — Если кто будет ехать тут слишком быстро, то уже на следующее утро лорд-ветенари полюбуется на его рожу. Иконографы не лгут, сплошь. — Хорошо, Фред, что они слишком глупы, чтобы додуматься до вранья. Ведь шли у его светлости уже в печенках сидят повозки, которые, как угорелые, мчатся по мосту. И он попросил нас что-то с этим сделать. Знаешь, я теперь начальник отдела дорожного движения. — Это хорошо, Фред. — Ну, надо думать, — напыщенно отозвался сержант Колонн. — Моя задача — не допустить, чтобы артерии города забились, что привело бы к полному упадку торговли и разорению для всех нас. Можно сказать, это наиважнейшая работа. — И ты один всю ее делаешь? — Ну, в основном, в основном. Капрал Шнопс и другие ребята, конечно, тоже помогают. Сплошь Джолсон почесал нас. — Я как раз хотел поговорить с тобой насчет наблюдения, Фред. — Слушаю тебя, сплошь. — Нечто очень странное наблюдается в окрестностях моего ресторана, Фред. Сержант Колонн последовал за огромным детиной, помнившим его за угол. Обычно Фреду нравилась компания сплоша, потому что рядом с ним сам он казался сущей щепкой. Сплошь был личностью, достойной занесения в атласы как тело, способное изменить ход небесных светил и орбиты планет. Булыжная мостовая трещала под его подошвами. В своей обширнейшей персоне, словно спустившейся на землю с райских облаков из картофельного пюре, он объединил лучшего повара и самого прожорливого едока Анкмарпорка. Сержант Колонн не мог вспомнить настоящее имя этого человека. Прозвище возникло как-то само собой, ибо никто, увидевший его впервые, не мог сразу поверить, что все это — сплошной Джолсон. Поперек Бродвея стояла большая повозка. Другие пытались ее объехать, но что весьма затрудняло дорожное движение. — Мне доставили свежее мясо, Фред. Но стоило возниться отлучиться, чтобы не перекусить. Сплош Джолсон указал на громоздкую треугольную конструкцию, закрепленную вокруг одного из тележных колес. Она была состряпана из дуба и стали и выкрашена желтой краской. Фред осторожно постучал по устройству. — Вижу, в чем твоя проблема, сплош, — сказал он. — И как же долго тут проторчал этот возщик? — Ну, я покормил его обедом. — А ты делаешь отречные обеды, сплош, я всегда это говорил. И что же эдакого было сегодня? — Отбивная под сливочным соусом, телячья тушенка и смородиновая меренга «Черная смерть», — сообщил сплошь Джолсон. Наступила минута молчания, пока перечисленные яства проходили перед мысленным взором собеседника. Наконец Фред Колонн вздохнул. — Тушенька на сливочном масле. — Ты же не хочешь меня оскорбить, предположив нечто иное. — Нормальный мужик может надолго задержаться за подобной трапезой, — сказал Фред. — Беда в том, сплошь, что Патриций весьма не одобряет стоянку повозок на улице свыше десяти минут. Он считает, что это своего рода преступление. — Потратить всего десять минут на то, чтобы съесть один из моих обедов, — это не преступление, Фред. — Это трагедия, — сказал сплошь. — Здесь написано. Городская стража. — Удаление пятнадцать долларов. — Фред. — Это выручка за два дня, Фред. — Дело в том, — сказал Фред Колонн, — что данный факт должен быть задокументирован. — Понимаешь? — Я не могу просто так от этого отмахнуться, как бы не хотел. И все эти корешки от квитанции, насаженные на стержень на моем столе, если бы стражей управлял я, то, конечно, но руки у меня связаны и сам посудил. Двое мужчин поглядывали по сторонам, засунув руки в карманы и, по-видимому, мало обращая друг на друга внимания. Сержант Колонн засвистел что-то под нос. — Я кое-что знаю, — осторожно сказал сплошь. — Люди ошибаются, если полагают, что официанты глухие. — Я сам. — Но к чему знаю, сплошь, — отозвался Колонн, позвякивая мелочью в карманах. Оба собеседника некоторое время смотрели в небо. — Кажется, у меня со вчерашнего дня осталось немного медового мороженого. Сержант Колонн посмотрел на повозку. — Ну, надо же, мистер Джолсон, — сказал он с бесконечным изумлением в голосе, — какой ты мерзавец, установил на ваше колесо какой-то тормоз. — Что ж, мы и скоренько с этим управимся. Колонн вытащил из-за пояса пару круглых, выкрашенных в белый цвет лопаток, похожих на ракетки. Взглянул на семафорную башню штаб-квартиры стражи, которая возвышалась над крышей старой лимонадной фабрики. Подождал, пока горгулья-наблюдатель не подаст ему сигнал, и с избыточным энтузиазмом замахал руками, словно играл две партии в настольный теннис одновременно. — Команда прибудет с минуты на минуту. Ну-ка, влюбуйся вот на это. Вниз по улице два тролля старательно устанавливали тормозные тиски на телегу с сеном. Пару минут спустя один из них взглянул на башню штаб-квартиры стражи, подтолкнул своего коллегу, вытащил собственные ракетки и просигналил, правда, гораздо менее энергично, чем сержант Колонн. Получив ответное сообщение, тролли оглянулись, заметили Колонна и направились к нему. — Вот тебе и весь сказ, — приосанился Колонн. — Что за чудо? Эти новые технологии, — восхитился сплошь Джонсон. — А они, должно быть, находятся в ярдах в сорока или пятидесяти. — Тут и оно. Раньше мне приходилось свистеть, а теперь они узнали, что я здесь, и подзываю их к себе. — Вместо того, чтобы просто посмотреть на тебя и увидеть это, — сказал Джонсон. — И так и есть, — кивнул Колонн, помимо своего желания, начинавший подозревать, что произошедшее вряд ли можно назвать ярким лучом света на заре революции в области связи. — Но они увидели бы сигнал даже на другом конце улицы, даже на другом конце города. — Если бы я приказал Горгулье, как мы выражаемся, клацнуть сообщение на главную башню на бугре в стулатах, его получили бы за считанные минуты. — Уяснил? — А это двадцать миль. — По меньшей мере. — Просто потрясающе, Фрот. — Время не стоит на месте сплошь. Тролли уже подошли к нему. — Констебль Сланец, кто приказал вам тиснуть повозку моего друга? — Начальственным тоном осведомился Колонн. — Что ж, сержант, интим утром вы сами сказали, что мы должны тискать каждую... — Эта повозка на особым счету, — сказал Колонн. — Разблокируй ее прямо сейчас, и мы больше не будем об этом говорить. Ладушки? Констебль Сланец. — По-видимому, пришел к выводу, что ему платят не за то, чтобы он думал. Нет, даже к лучшему, потому что сержант Колонн троллье мысли не в грош не ставит. — Бузделный, сержант! — А пока ты это делаешь, я и сплошь немного поболтаю ему. — Верно, сплошь? — Верно, Фред. — Ну, я говорю, поболтаем. Ну, я-то в основном послушаю тебя, потому что рот у меня будет занят. С еловых лап хлынул снег. Человек пробился сквозь лавину, на мгновение остановился, пытаясь перевести дыхание, а затем пустился стремительной рысью через поляну. На другом конце долины он услышал первый гудок рожка. Значит, у него есть час, если не больше. Возможно, он не успеет добраться до башни, но был и другой выход. Он умел строить планы. Он мог их перехитрить. Держись подальше от нетронутого снега. Иди по своим следам. Чаще переходи ручьи. Это было нетрудно. Он уже так делал. Он был уверен, что справится. В нескольких милях отсюда по околице чаще рассыпались стремительные гладкие тела. Охота началась. А тем временем в Анг-Марпорке горела гильдия шутовства и баламутства. Беда была нешуточная. Ведь пожарная бригада гильдии сплошь состояла из клоунов. А если показать клоуну ведро с водой и лестницу, он будет действовать согласно единственному известному ему методу. Сказываются долгие годы обучения. Он получает команды непосредственно из центра своего красного носа и ничего не может с собой поделать. Сэм Ваймс, командующий городской стражей Анг-Марпорка, прислонившись к стене, любовался представлением. — Нет, мы обязательно должны, наконец, представить патрицию ходатайства об учреждении муниципальной пожарной службы, — сказал он. На другом конце улицы член гильдии шутов поднялся на верхнюю ступеньку стремянки, повернулся, опрокинув коллегу стоявшего ступенькой ниже примехонько в ведро с водой, затем снова оборотился, чтобы посмотреть, что это за суматоха, тем самым опять отправив свою только что поднявшуюся жертву в ведро. Все это сопровождалось невообразимым шумом и плеском. Толпа в гробовом молчании наблюдала за происходящим. Будь это забавно, шуты бы этого не делали. — Все гильдии категорически против, — сказал Ваймсу его заместитель капитан Муркоу Железобетонсон, когда клоун с лестницей выплеснул себе на штаны ведро воды. Они говорят, что это было бы нарушением границ частной собственности. Пожар уже охватил помещения на первом этаже. — Если мы позволим зданию сгореть, это станет невосполнимой утратой для городской индустрии развлечений, — серьезно сказал Муркоу. — Ваймс покосился на него. Замечение было совершенно в духе Муркоу. Звучало оно вполне невинно. А как вы его воспринимаете, это уже ваше дело. — Безусловно, — кивнул Ваймс. — Но, по-моему, пора бы нам что-то предпринять. Ваймс шагнул вперед и сложил ладони рупором. — Именем закона становитесь в цепочку и передавайте ведра, — крикнул он. — Ох! Неужели мы и впрямь должны их тушить? — сказал кто-то в толпе. — И даже обязаны, — подтвердил капитан Муркоу. — Да ладно, народ, если мы построимся в две цепочки, то мигом управимся. Это будет даже весело. Что скажете? И они ничего не сказали, но все сделали именно так, как он и просил, отметил про себя Ваймс. Муркоу относился к людям так, будто все они были очень славными ребятами. А те, в силу каких-то необъяснимых причин, не могли сопротивляться нежеланию доказывать ему, что он неправ. И к разочарованию зевак, как только клоунов обезвредили и увели какие-то добрые люди, пожар мигом был потушен. Стоило Ваймсу закурить сигару, как Муркоу появился рядом, утирая лоб. — По всей видимости, занемок пожиратель огня, сэр, — отрапортовал он. — Вполне возможно, горожане никогда нас за это не простят, — сказал Ваймс, когда они снова отправились в патрулирование. — О нет, что на этот раз? — Муркоу смотрел на вершину ближайшей кладстер башни. — Беспорядки нацепной, — сказал он. — Стражники в беде, сэр. — Они пустились бегом. Этого требовало сообщение. — Стражникам в беде в любую минуту можешь оказаться ты сам. По мере их приближения к цели, на улицах появлялось все больше гномов. Все они двигались в одном направлении. По ряду безошибочных признаков Ваймс заключил, что можно уже не спешить. — Все кончено, — сказал он, когда они завернули за угол. А иначе с чего бы так увеличилось количество граждан, которые прогуливаются с подозрительно невинным видом? Но в чем бы ни заключалась чрезвычайная ситуация, она все еще оставалась серьезной. Улица была загромождена обломками и кишела гномами. Ваймс остановился. — Уже третий раз на этой неделе, — озадаченно сказал он. Какая муха их укусила. — Трудно сказать, сэр, — отозвался Муркову. Ваймс метнул взгляд в его сторону. Муркову вырастили гномы, но он никогда не лгал, если только мог этого избежать. — Это ведь не то же самое, что я не знаю, сэр, не так ли? — спросил Ваймс. Капитан явно чувствовал неловкость. — Я думаю, что это дело, если можно так выразиться, политическое, — сказал Ваймс. Ваймс кивнул в сторону метательного топора, застрявшего в стене. Оно и видно. Кто-то шел по улице и, вероятно, сам по себе являлся центром беспорядка. Младший констебль Шпат был наиздоровейнейшим троллем, которого Ваймсу когда-либо доводилось видеть. Он не просто возвышался, он громоздился. Ему не было нужды выделяться из массы людей в обычном смысле этого слова, до такой степени массивным был он сам. Прочие просто не замечали его, как не осознают огромные размеры какой-нибудь скалы. И, подобно многим здоровякам-переросткам, по натуре Шпат был мягким, довольно застенчивым и позволял другим помыкать собой. Доведись ему вступить в какую-нибудь банду, он стал бы опасным громилой. Но судьба решила иначе, и он превратился в надежный щит закона, из-за которого во время массовых беспорядков выглядывали все прочие стражники. — Похоже, все началось с закусочной Гиммлета, — сказал Ваймс, когда к ним подошли прочие патрульные. — Пусть Гиммлет даст показания. — Плохая идея, сэр, — твердо сказал Марков. — Он ничего не видел. — Это вот ты знаешь, что он ничего не видел. Ты же его не спрашивал. — Я знаю, сэр, он ничего не видел и даже ничего не слышал. В то время как Талпа огромила его заведение и бесчинствовала на улице. — Так точно, сэр. — Ага, я понял. Ты имеешь в виду, что нет более глухих, чем те, кто не желают слышать? — Да, сэр, так и есть. — Послушайте, сэр, все уже кончилось. Кажется, никто не пострадал. Лучше нам не вмешиваться. Сэр, прошу вас. — Хочешь сказать, это внутреннее дело самих гномов, капитан? — Так точно, сэр. — Ну что ж, капитан, здесь не какая-то горная шахта. Мы в Анкмарпорке, и моя работа — сохранять в нем мир. А тут капитан миром и не пахнет. Что скажут люди об этих уличных беспорядках? — Они скажут, сэр, что это еще один день из жизни большого города, — деревянным голосом произнес Мурков. — Да, полагаю, именно так они бы и сказали. Однако... Ваймс поднял стонущего гнома и встряхнул его. — Кто это сделал? — Я не намерен шутить. Назови мне имя. — Да. — Агестибремолот. — Еле слышно пробормотал гном. — Хорошо, — сказал Ваймс, опуская его на землю. — Запиши это Муркову. — Не могу, сэр. — Не понял. — Повтори. — У нас в городе нет Агестибремолота, сэр. — Ты что же знаешь по имени каждого гнома? — Большинство из них, сэр. Но Агестибремолот проживает только в шахтах, сэр. — Он что-то вроде озорного духа проказника, сэр. — Например, выражение «Засунь это туда, где Агий уголь складывает, сэр» означает... — Кажется, я догадываюсь. — Кирнул Ваймс. — Ну и хочешь сказать, что ловить зачинщиков этого погрома все равно, что искать ветра в поле. Гном тем временем ловко вывернулся и скрылся за углом. — Что-то в этом роде, сэр. — Позвольте отлучиться на минутку, сэр. Муркову перешел улицу и вытащил из-за пояса две выкрашенные в белый цвет ракетки. — Я просто взгляну на башню и пошлю клац-сигнал, — сказал он. — Зачем? — Ну, поскольку мы заставляем Патриция ждать, простая учтивость требует предупредить его о нашем опоздании. — Ваймс вытащил часы и уставился на циферблатт. Оказалось, что это был один из тех дней, какие случаются ежедневно. Вселенная устроена так, что человек, который неизменно заставляет ждать себя минут десять, в тот день, когда вы сами запоздаете навстречу на те же десять минут, будет готов десятью минутами раньше, что и постарается дать вам понять, не высказав ни единого слова в упрек. — Простите нас за опоздание, сэр, — сказал Ваймс, когда они вошли в продолговатый кабинет. — О, а вы опоздали, — отозвался лорд-ветенари, поднимая голову от своих бумаг. — А я и не заметил. Надеюсь, ничего серьезного не произошло. — Загорелась гильдия шутовских дел, сэр, — доложил Муркову. — Много жертв. — Обошлось без жертв, сэр. — Что ж, это благословение. И с некоторым сомнением в голосе сказал лорд-ветенари и отложил перо. — Стало быть, господа, что же мы должны были обсудить? Патриций пододвинул к себе какой-то документ и пробежал глазами. — А, вижу, меры, предпринятые по упорядочению дорожного движения, вы замели ожидаемый эффект. Он указал на высоченную стопку бумаг. — Я получаю множество жалоб от гильдии вощиков и кучеров. — Отличная работа. Передайте мою благодарность сержанту Колонну и его команде. — Непременно, сэр. — Я вижу, что за один день они зажали в тормозные тиски 17 повозок, 10 лошадей, 18 валов и одну утку. — Она была припаркована в дорожении правил, сэр. — Вот оно что. — Но, должен сказать, что наблюдается некая любопытная закономерность. — Сэр? — Многие возщики утверждают, что на самом деле они вовсе не имели намерения парковаться, а просто были вынуждены остановиться, поскольку дорогу в этот момент переходила некая очень дряхлая, можно сказать, даже древняя старушка, и делала она это крайне неторопливо. — Что ж, это только их слова, сэр. — Вывод о том, что она чрезвычайно стара, они сделали на основе ее беспрестанных причитаний. — Не убогие, бедные, бедные мои старые ножки. И прочих выражений в том же духе. Для меня это определенно звучит как доказательство того, что эта леди была весьма почтенного возраста. С непроницаемым выражением лица ответил Ваймс. — Совершенно с вами согласен. — Что меня удивило, так это неоднократные донесения о том, что данную старушку впоследствии видели довольно резво улепетывавшие по переулку от места происшествия. Я бы, конечно, не обратил внимания на эти кляузы, если бы не тот факт, что вскоре после этого почтенную леди вновь видели, буквально в нескольких ярдах, и она снова, крайне медленно, переходила дорогу. Ваймс закрыл глаза рукой. — Эту загадку я намерен разрешить в кратчайшие сроки, сэр. Патрица кивнул и сделал небольшую пометку в списке текущих дел. Отодвинув его, он обнаружил под папкой смятый и очень грязный клочок бумаги. Вооружившись двумя ножами для разрезания писем и действуя ими наподобие щипцов, он развернул это послание и через весь стол переправил его Ваймсу. — А что вам известно насчет этого? Ваймс начал разбирать неровные крупные каракули. — Возмутительная жестокость по отношению к бедным песикам, которая процветает в этом городе — это стыд и позор, а доблестная стража поощряет травлю собак. — Ничего подобного, — возмутился Ваймс. — А мой персонал утверждает, что такого рода корреспонденцию все чаще и чаще пропихивают под наши двери, — сказал Патрицей. Причем личность автора установить не выдается. — Вы хотите, чтобы я расследовал это? — спросил Ваймс. — Что ж, в нашем городе нетрудно отыскать человека, который пишет, как курица лапой, и у которого с орфографией дела обстоят еще хуже, чем у Моркоу. — Спасибо на добром слове, сэр, — отозвался Моркоу. — Часовые неизменно докладывают, что никого не заметили у ворот, — сказал Патрицей. — Имеется ли в Анкомарпорке некая организация, особо озабоченная благополучием собак? — Сомневаюсь, сэр. — Тогда я на какое-то время это проигнорирую. Витинарий припроводил грязный листок в корзину для бумаг. — Переходим к более насущным вопросам, — бодро сказал он. — Итак, вам что-нибудь говорит слово «трах»? Ваймс оторопел и уставился на него. Моркоу вежливо кашлянул. — Вы имеете в виду реку или город, сэр? — спросил он. Патрицей улыбнулся. — Ах, капитан, вы давно уже перестали меня удивлять. — Да, я имел в виду город. — Это один из главных населенных пунктов Убервальда, сэр, — сказал Моркоу. — Экспорт, драгоценные металлы, кожа, древесины и, конечно же, жир из глубинных шахт Смальцберга. — Существует город под названием Трах, — сказал Ваймс, все еще изумляясь скорости, с которой они перешли к этому пункту повестки дня от разговора о грязном письме насчет собак. — Строго говоря, сэр, правильнее будет называть его Трахтенбург, — сказал Моркоу. — Еще лучше. — А для жителей Трахтенбурга, сэр, название Морпорг звучит в точности, как слово, обозначающее в их языке элемент женского нижнего белья, — сказал Моркоу. — Если задуматься, в мире столько созвучий. — Откуда ты все это знаешь, Моркоу? — О, я просто нахватал с поверхам, сэр. — Вот как. — А скажи, пожалуйста, какой же именно элемент? — А через несколько недель там произойдет нечто чрезвычайно важное, — прервал их лорд-ветинари. Должен добавить, что это событие имеет особый интерес для грядущего процветания Анкморпорга. — Коронация глубинного короля, — сказал Моркоу. — Ваймс переводил взгляд с него на Патриция и обратно. — По-видимому, у вас с обоих имеются какие-то сведения, о которых я ни сном ни духом. — Сообщество гномов уже несколько месяцев бурлит по этому поводу, сэр. — Ты имеешь в виду те самые беспорядки? Драки в гном-барах каждую ночь? — Капитан Моркоу прав, Ваймс. Это будет грандиозное событие, в котором примут участие представители правительств многих стран. И, конечно же, гости из различных княжеств Убервальда, поскольку глубинный король правит лишь теми областями Убервальда, которые находятся под землей. Заслужить его расположение крайне важно. Без сомнения, его будут взыскивать и Борогравия, и Женова, и, возможно, даже Клатч. — Клатч? Ну, они же еще дальше от Убервальда, чем мы. На что же они рассчитывают? Он остановился на мгновение, а затем добавил. — Ха! Я дурак. В чем навар? — Прошу прощения, командор. — Ну, так говорил мой старый сержант, когда был озадачен, сэр. — Узнай, где тут замешаны деньги, и задача наполовину решена. Витинарий поднялся из-за стола, перешел к большому окну и встал спиной к стражникам. — Убервальд, огромный край, — сказал он, очевидно обращаясь к оконному стеклу. — Темный, загадочный, древний. — Неиссякаемые залежи угля и железной руды, — подхватил Маркову. — И, конечно, жира. Лучшие свечи, мыло и масло для ламп, родом из смальцбергских месторождений. — Почему? У нас ведь имеется собственная бойня. — Ванг Марпорке — огромный спрос на свечи, сэр. — Мыло, конечно же, нам требуется куда меньше, — вставил Ваймс. — Существует так много областей применения жиров и сала, сэр. Мы не в состоянии обеспечить эти нужды, не обращаясь к импорту. — Теперь понятно, — сказал Ваймс. Патриция вздохнул. — Конечно, я надеюсь, что мы сможем укрепить наши торговые связи с различными княжествами Убервальда. Ситуация там крайне нестабильна. — Вы хоть что-нибудь слышали об Убервальде, командор Ваймс? Ваймс неуверенно кивнул. Анг Марпорк был знаком командующему стражей в микроскопических подробностях, но его познание о географических объектах, которые пребывали дальше, чем в пяти милях от города, только в микроскопы можно было рассмотреть. — Имейте в виду, что Убервальд не совсем государство, — сказал ветеринарий. — Это... — Скорее то, из чего впоследствии возникает государство, — пришел ему на помощь Маркоу. — Это в основном укрепленные города и вотчины без каких-либо определенных границ, зато с огромным количеством лесов между ними. Там царят распри и междоусобицы. Нет никакого закона, кроме того, что навязывают местные господари, зато процветает бандитизм всевозможных разновидностей. — Так не похоже на тихую мирную жизнь нашего славного городка, — сказал Ваймс будто про себя. Патриция бросила на него бесстрастный взгляд. — Убервальдские гномы и тролли все еще не уладили старые счеты, — продолжал Маркоу. — Огромные территории находятся под властью феодальных кланов вампиров или оборотней. Есть также участки местности, где уровень фоновой магии значительно превышает стандартные показатели. Это действительно край хаоса, и попав туда, с трудом веришь, что на дворе век фруктового нетопыря. Однако следует надеяться, что ситуация изменится к лучшему, и Убервальд уже в ближайшем будущем вольется в счастливую семью цивилизованных народов. Ваймс и ветеринари переглянулись. Порой Маркоу выражался таким языком, словно читал вслух сочинение на тему гражданского права, написанное мальчиком из церковного хора. — Хорошо сказано, — резюмировал, наконец, Патриций. Но в ожидании этого радостного дня Убервальд остается секретом внутри загадки, обернутой в тайну. — Ну-ка посмотрим, правильно ли я все понял, — сказал Ваймс. Убервальд — это как большой пудинг из сала, который все внезапно заметили на столе. И теперь, когда появился благовидный предлог, это самая коронация, мы должны рвануть туда, вооружившись вилкой-ложкой да ножом, чтобы успеть загрести на свою тарелку кусочек пожирнее. Вы блестяще разбираетесь в текущих политических реалиях, Ваймс. Только, к сожалению, не умеете подбирать соответствующую лексику. — Несомненно, Анг-Марпорг должен отправить на коронацию своего представителя. Кого-то вроде посла. — Надеюсь, вы не меня имеете в виду? — насторожился Ваймс. — О, я не могу делегировать туда командующего городской стражей, — сказал лорд-ветинари. — Большинство обервальских княжеств не имеет ни малейшего представления о современной системе охраны гражданского правопорядка. Ваймс расслабился. — Вместо этого я посылаю герцога Ангского. Ваймс резко выпрямился на стуле. — Видите ли, там в основном царит феодальный уклад, — продолжал ветинарий. — Титулом придается огромное значение. — Вы не можете приказать мне отправиться в Убервальд? — Приказать? Ваша светлость. Ветинарий выглядел потрясенным и обеспокоенным. — О, боги! — Должно быть, я неправильно понял леди Сибиллу. — Вчера она сказала мне, что отпуск где-нибудь подальше от Ангк-Марпорка пошел бы вам на пользу. — Вы опять обсуждали меня с Сибиллой? — Да, на приеме у нового главы гильдии портных. Кажется, вы слишком рано его покинули. Как я понял, вам пришел срочный вызов вследствие какой-то очередной чрезвычайной ситуации, а леди Сибилла ненароком посетовала на то, что вы вечно перегружены работой, как ломовая лошадь, и конца края этому не видно. Это ее собственное выражение. — Боги праведные, надеюсь, мое решение не послужит причиной супружеской размолвки. — Я не могу покинуть город сейчас! — в отчаянии воскликнул Ваймс. — Тут навалом всяких дел. — Именно поэтому, по словам Сибиллы, вам и следует, как можно скорее его покинуть. — Но как же наши подготовительные курсы? — Там уже все работает, как часы, сэр, — сказал Мурков. — Сеть почтовых голубей в полном беспорядке. Мы уже более или менее разобрались с этим, сэр, и уже сменили им корм. Кроме того, клад сэр башни отлично себя зарекомендовали. — Надо учредить патрули речной стражи. Недели или две ничего не решают, сэр. Все равно надо ждать, пока нашу лодку не откопают из ила. Канализация в участке на Черевной улице. — Я уже распорядился вызвать водопроводчиков, сэр. Ваймс понял, что проиграл. Он проиграл еще на том этапе, когда к делу подключили Сибиллу. Супруга всегда была самой надежной осадной машиной против его пастилонов. Но он не собирался сдаваться без борьбы. — Вы и сами знаете, я не силен в дипломатических играх, — напомнил он. — Напротив? Ваймс. — Кажется, вам удалось ошеломить весь дипломатический корпус, аккредитованный в Анкамарпорке, — возразил лорд Витинари. — Они не привыкли к простым речам. Это весьма их смущает. — Дайте-ка вспомнить, что вы сказали в прошлом месяце в беседе с послом из станции. — Где-то тут была жалоба. Он бегло пролистал документы на своем столе. — Ах, да. Касательно нарушения их вооруженными силами границу через реку Скользицу, вы сообщили, что ответное вторжение будет предпринято в отношении его, то есть господина посла лично, и тот, я цитирую, отправится домой в карете скорой помощи. — Я сожалею об этих словах, сэр. Но это был долгий день, а он действительно задел мои патриотические... С тех пор их контингент отошел на такие дальние позиции, что практически оказался на территории соседней страны. Лорд Витинари отодвинул бумаги. — Должен сказать, что, в общем и целом, ваше замечание соответствовало моей точке зрения по этому вопросу, оно было высказано куда более лаконично. К тому же вы смотрели на господина посла весьма угрожающим. — Я на всех так смотрю. — Несомненно. К счастью, в Убервальде вам надо только выглядеть немного дружелюбнее. — Ясно. — Но вы же не рассчитываете, что я буду приставать к ним с предложениями вроде... — Как насчет того, чтобы сбыть нам весь свой жирок за бесценок? — спросил Ваймс безнадежно. — Вам не придется вести никаких переговоров, Ваймс. Это задача одного из моих служащих, который создаст в Убервальде временное посольство и займется обсуждением подобных вопросов со своими коллегами. Все клерки говорят на одном языке. — А вам просто следует выглядеть настолько по-герцогски, насколько это в ваших силах. И, конечно же, вам полагается эскорт свита, — добавил ветеринарий. Заметив непонимающий взгляд Ваймса, он со вздохом пояснил. — Те, кто будет вас сопровождать, я предлагаю вам взять с собой сержанта Англу, сержанта Детрита и капрала Пападополу. — А, — понимающий кивнул Маркову. — Вы оба опять говорите о чем-то, насчет чего я абсолютно не в курсе, — спросил Ваймс. — Оборотень, тролль и гном, — сказал Маркову. — Этнические меньшинства, сэр. — Однако в Убервальде они составляют этническое большинство, — подхватил лорд ветеринарий. — Насколько мне известно, все трое стражников родом оттуда, их присутствие скажет нашим зарубежным партнерам о многом. — А вот мне это пока что ни о чем не говорит, — отозвался Ваймс. — Я лучше возьму сэр. Тем самым вы продемонстрируете жителям Убервальда, что Ангмарпорг — это мультикультурное общество, понимаете, — пояснил Маркову. — Ага, понятно. — Они сразу уяснят, что мы воспитанные люди и поймут, как здорово иметь с нами дело, — мрачно сказал Ваймс. — Иногда мне кажется, — раздраженно повернулся к нему ветеринарий, — что культ цинизма в нашей страже недостаточно культурный, — подсказал Ваймс. — Наступила тишина. — Хорошо, — вздохнул командующий, — тогда мне, наверное, лучше отправиться домой и начинать полировать шишки на своей короне. — На герцогской короне, если я еще что-то помню из урока в Геральдике, не имеется никаких шишек, но определенно есть острые шипы, — сказал Патриций, толкая к нему через стол небольшую стопку бумаг, увенчанную пригласительным билетом с золотым обрезом. — Хорошо, я немедленно отправлю клац-сигнал. Более подробную информацию вы получите позже. Кланяйтесь, герцогиня. А теперь, умоляю вас, не позволяйте мне задерживать вас дольше. — Он всегда так говорит, — пробормотал Ваймс, когда они с Моркова поспешили вниз по лестнице. — Он прекрасно знает, что мне не нравится быть женатым на герцогине. — Я полагал, что у вас с леди Сибиллой... — О, быть женатым на Сибилле — это вполне нормально и очень даже здорово, — поспешно сказал Ваймс. — Мне просто не нравится слово «герцогиня». — Где все сегодня вечером? Капрал Пападополу дежурит на голубятне. Детрит в ночном патруле вместе с Верткинсом, а Ангва, как вы помните, сэр, заступила в наряд в тенях на пару со Шнобби. — О, боги, теперь вспомнил. Что ж, когда они появятся завтра, вели им сразу же отчитаться. И, кстати, сдерите же, наконец, с головы Шнобби этот проклятый парик и спрячьте подальше, ладно? Ваймс пролистал документы. Никогда не слышал о глубинном короле. — Я думал, что король на гномьем языке означает что-то вроде главного инженера. — Да. — Но глубинный король — особенный правитель, сэр, — сказал Муркову. — Почему? — Ну, все дело в каравай камни, сэр. — Что-что? — Не могли бы мы сделать небольшой крюк по пути в псевдополис Ярд, сэр? Это прояснит ситуацию. На одном из перекрестков в тенях стояла некая молодая особа. Ее место расположения и поведение указывали на то, что, выражаясь на местном жаргоне, это была девушка в ожидании. В ожидании мистера Душки или хотя бы мистера Толстосума, это уж как повезет. Она небрежно помахивала сумочкой. Это был очень четкий сигнал, расшифровать который вмиг сумел бы даже человек с куриными мозгами. Любой член гильдии воров прошмыгнул бы мимо этой девицы, держась противоположной стороны переулка и удостоив ее разве что осторожного джентльменского кивка. Даже куда менее щепетильные карманники и щипачи, тайком промышлявшие без лицензии в этом районе, дважды подумали бы, а стоит ли вообще смотреть на ее ридикюль. Ибо правосудие гильдии Белошвеек было мгновенным, а возмездие неотвратимым. Однако в головке, на тощем тельце Дункана «это все я» не имелось даже куриного мозга. Вот уже целых пять минут воришка наблюдал за сумочкой, как кошка за мышиной норкой. Мысль о ее содержимом окончательно его загипнотизировала. Поднявшись на цыпочки и опустив голову, он выскочил из переулка, выхватил ридикюль и даже успел пробежать несколько дюймов, прежде чем мир вокруг него взорвался, а сам он плюхнулся в грязь. Кто-то смачно втянул слюни прямо над его ухом, а потом послышалось долгое, протяжное рычание на одной ноте. Оно не становилось ни громче, ни страшнее. Просто с каждой секундой в нем проступало глубоко скрытое обещание того, что произойдет, если жертва попытается двинуться с места. Он услышал шаги и краем глаза увидел кружевную оборку. — А, попался, голубчик, — сказал чей-то голос. — Вырывать сумочки набегу. Это как чересчур уж подло. Даже для тебя, правда? Тебе могло быть очень больно. Это всего лишь Дункан, мисс, с ним не будет проблем, можете его отпустить. Тяжесть неизвестного тела перестала давить на спину Дункана. Он услышал, как что-то прыгнуло, удаляясь в темноту переулка. — Это я сделал, это все я! — отчаянно верещал воришка, пока капрал Шнобс помогал ему подняться. — Да знаю, знаю, я же сам тебя видел, — успокаивал его Шнобби. — А узнаешь ли ты, что произойдет, если тебя поймает гильдия воров? Ты закончишь свои дни в реке. Так и не успев исправить ошибки молчасти. — Они ненавидят меня за то, что я хороший парень, — скрипывал Дункан сквозь спутанную бороду. — А слышали про ограбление у сплошь Джолсона в прошлом месяце? Это же я! — Верно, Дункан, это все ты. — А кто, по-вашему, обчистил золотохранилище на прошлой неделе? Думаете, углерож со своими парнями? — Да нет же. — Это ведь все ты, правда, Дункан? — Еще тот дельцу ювелира, о котором все говорят, что это провернул хрустяшка Рон. — Дай угадаю, это тоже твоих рук дело. — Ну, а то! — сказал Дункан, успокаиваясь. — А скажи-ка мне, огонь у богов случаем не ты потырил? — коварно ухмыльнулся из-под своего парика Шнобби. — Да, это я! — кивнул Дункан и Кашлянов уточнил. — Конечно, тогда я был чуток помаловоже. — Тут он по неосторожности взглянул на Шнобби Шнобса и оторопел. — А почему ты в платье? Шнобби? — Это служебная тайна, Дункан. — Ага, понятно. Дункан беспокойно поерзал. — Ты на бабосы не богат, Шнобби. Не жрал уже два дня. В темноте блеснули мелкие монеты. — А теперь проваливай, — велел капрал Шнобс. — Спасибо, Шнобби. Если будут не раскрытые преступления, узнаете, где меня сыскать. Дункан скрылся в ночи. Позади Шнобби возникла сержант Ангва, пристегивая форменный нагрудник. — Бедный старый хрыч, — сказала она. — Когда-то он был отличным вором, — отозвался Шнобби, вынимая из сумочки блокнот и записывая несколько строк. Как милость твоей стороны был помочь ему. — Что ж, я не всегда могу вернуть деньги из наличности на мелкие расходы. Зато теперь мы знаем, кто занялся воровством золотых слитков. Доложу мистеру Вайпсу, и будет мне лишнее пиро в шлепу. — Чепчик, Шнобби. — Что? — Пиро в твой чепчик, Шнобби, — пояснила Ангва. — Кстати, мне нравятся эти симпатичные фестоны из цветочков. — Миленько, правда ли? — Пойми меня правильно, не то, чтобы я жаловалась. Но когда нас отправили на это дело, я решила, что это я буду приманкой, а ты, Шнобби, меня прикроешь. — Да, но ведь у нас морфологически одаренный сотрудник, вы, — пытался продраться сквозь путаницу непривычных слов Шнобби. — Оборотень, Шнобби, я знаю это слово. — Ладно, ну и понятно, что тебе легче устроить засаду, а к тому же этнично использовать женщин как приманку в полицейской работе. Всякий раз, когда Ангва пыталась поговорить со Шнобби на деликатные темы, ей приходилось долго мямлить и беспорядочно махать перед собой руками, словно пытаясь придать невидимому кесту своих мыслей какую-то четкую форму. — Просто я хочу сказать, люди могут тебя, — начала она, — я имею в виду, ну ты же в курсе, как называют мужчин, которые носят парики и платья. — Да, мисс. — И как же, по-твоему, их называют? — Адвокаты, мисс. — Ну, это, положим, верно, — протянула Ангва. — А еще включи воображение. — И актеры, мисс. Ангва сдалась. — Это платье из тофты тебе к лицу, Шнобби, — сказала она. — Как, по-твоему, оно меня не полнит самой малости? Ангва принюхалась. — О, нет. — Я просто подумал, что для лучшего вхождения в руль мне следует чуток подушиться, — защищался Шнобби. — О чем ты? — Ангва покачала головой и снова потянула носом. — Нет, это другой запах. — Просто удивительно, как ты можешь еще что-то чуить, потому что эта дрянь, которую мне продали вместо духов, смердит почем зря. Уверен, ландыши должны пахнуть немного иначе. — Это не духи. — Но тем, что они пытались мне впихнуть под видом лавандовой эссенции, вполне можно полировать доспехи. — Шнобби, доберешься в одиночку до участка на пустомельной? — спросила Ангва. Несмотря на растущую панику, она не смогла ни прибавить мысленно. В конце концов, что с тобой может случиться, хуже уже точно не станет. — Да, мисс? — Надо мне кое с чем разобраться. Ангва поспешила прочь. Ее ноздри заполнила новая волна запаха. Каким же мощным он должен быть, чтобы перебить этот шнопшибательный аромат? — О да, так и есть. — Только не здесь, — думала она. — Только не сейчас. — Только не он. — Беглец спружинил на ветке, облепленной мокрым снегом, и, наконец, сумел таки перепрыгнуть на ветви соседнего дерева. Он уже далеко от ручья. Насколько острое у них чутье. Он знал, что оно отличное, будь они прокляты, но не до такой же степени. Из ручья он тоже выбирался по веткам, свисавшим над водой. Если они разделятся и пойдут по обоим берегам, а на это-то ума у них хватит, то все равно не поймут, где он выбрался из потока. Слева раздался вой. Он свернул направо, в лесную чищобу. В темноте Ваймс слышал, как Маркоу гремит ключами, затем раздался скрежет и замок щелкнул. — Я думал, комитет гнома на высоте взял это место под опеку, — сказал командор. — Так трудно найти волонтеров, — пожаловался Маркоу, припроводив его через низкую дверцу в помещение и на ощупь зажигая свечу. — Я заглядываю каждый день, чтобы проверить, что и как, но больше это никого не интересует. — Ума не приложу, почему, — покачал головой Ваймс, оглядывая музей гномьего хлеба. Лучшее, что он мог бы сказать об окружавших его многочисленных хлебобулочных изделиях, сейчас они, вероятно, не стали менее съедобными, чем в тот день, когда их только испекли. Вернее, было бы сказать, выковали. Гномий хлеб — это еда на черный день. А еще он всегда использовался в качестве оружия и валюты. И хотя, насколько Ваймсу было известно, гномы никогда не отличались особой религиозностью, их отношение к хлебу весьма напоминало некий культ. Где-то во тьме раздался звон из крежет. — Крыльцы, — сказал Маркоу, — они, бедолаги, вечно грызут и грызут гноми и хлеб, и конца этому не видать. А, вот что нам нужно. Каравай-камень. Копия, разумеется. Ваймсу ставился на бесформенный предмет сквозь запаленное стекло витрины. Он, конечно, смахивал на хлебную лепешку, но только если знать о его происхождении заранее. Зато определение «кусок каменной породы» исчерпывающе описывало данный экспонат. По размеру и очертаниям он походил на изрядно продавленную старую подушку. Кое-где виднелись окаменевшие коринки. — Моя жена после долгого трудного дня обычно кладет ноги на нечто подобное, — сказал Ваймс. — Ему полторы тысячи лет! — в голосе Маркоу послышался о священный трепет. — Ты же вроде сказал, что это копия. — Ну, да. Но это копия крайне важной реликвии, сэр. Ваймс перенюхался и ощутил специфический едкий запах. — А тут порядком несет кошками, не находишь? — Тут их угодья, сэр. Они охотятся на крыс. — Крыса, отведавшая гномьего хлеба, обычно уже не в состоянии резво улепетывать. Ваймс раскурил сигару. Маркоу посмотрел на него с нерешительным неотобрением. — Мы благодарим посетителей за то, что они здесь не курят, сэр. — За что же вы их благодарите? Может быть, они вообще не курящие, почем вам знать? Ваймс прислонился к витрине. — Хорошо, капитан, о чем я действительно хотел поговорить, так это этот, как его, трах-трах-трах, я не шибко и силен в дипломатии, но нутром чую, что тут дело не только в переговорах. Кто такой глубинный король? И с чего вдруг наши гномы передрались? — Что ж, сэр, вам доводилось что-нибудь слышать о таком понятии, как «круг». — Гномей кодекс горного дела? — Отлично, сэр. Но это не просто свод промышленных правил, это намного больше. Он охватывает всю твою жизнь. Законы о собственности, о браке, о принципах наследования, руководство для разрешения любых споров и конфликтов и так далее. Он и вправду всеобъемлющ, а глубинный король, ну, его можно назвать истиной в последней инстанции. Разумеется, у него есть советники, но решающее слово остается за ним. Пока что все понятно. И даже звучит не так уж и глупо. Пока что. И именно на каравай-камне его коронуют. И на нем он сидит верша свой суд, потому что так делали все глубинные короли со времен бхариана обогренного бердыша, который правил полторы тысячи лет назад. Каравай-камень наделяет властью. Ваймсу грюмо кивнул. В этом тоже был смысл. Вы совершали определенные поступки, потому что так было принято. И объяснение было таким. Но мы всегда так делали, ведь миллионы наших покойников не могут ошибаться. А короля выбирают? Или им становится по праву рождения? Спросил он. Полагаю, можно сказать, что его выбирают. Но на самом деле верхушка старейшин все решает между собой. Конечно, предварительно прозондировав мнение всех прочих гномов. Это называется глубокое бурение. Как правило, королем становится представитель одного из самых могущественных кланов. Но... Эээ... Да, да, продолжай. В этом году все немного по-другому. Витают разные настроения. Ах, вот оно что, — подумал Ваймс. Победил неправильный гном, — уточнил он вслух. Так сказали бы некоторые гномы. Дело в том, что под сомнение поставлена легитимность самих выборов. Речь идет о самом большом гномьем городе за пределами Убервальда. Подожди, не подсказывай, я сам вспомню. Это, кажется, по ту сторону пупа. Это Анкмарпорг, сэр. Ты что несешь? Какой же мы гноми город? В Анкмарпорге проживает пятьдесят тысяч гномов, сэр. Да что это? Так точно, сэр. Ты уверен? Абсолютно, сэр. Еще бы ему не быть уверенным, — подумал Ваймс. Ручаясь, он всех их знает по именам. Вы должны понять, сэр, что сейчас ведутся своего рода дебаты о том, как можно определить гнома, каков ранг этого понятия. Ну, кое-кто может сказать, что ранг не выше дверной ручки. Нет, сэр, дело не в росте. Шнобби-шнобс куда ниже многих гномов. Но мы же его гномом не называем. Ну, его и человеком-то. И, разумеется, я тоже гном. А, кстати, Маркову, я все хочу поговорить с тобой об этом. Усыновлен гномами. Воспитан как гном. Для гномов я гном-сэр. Я могу совершать обряд козакры. Я посвящен в таинство храгны. Я способен безошибочно халкать свой г-раг. Я гном. Что означает вся эта бракадабра? Я не имею права рассказывать об этом не гномам. Марков тактично попытался увернуться от клуба сигарного дыма. К несчастью, некоторые горные гномы полагают, что эмигрировавшие соплеменники тоже уже не настоящие гномы. На исход последних выборов повлияли гномы, живущие в Ангмарпорке. А многим ревнителям традиций это не понравилось. Повсюду вспыхивают конфликты. Семьи распадаются и тому подобное. Зафиксированы случаи выдергивания бород. Вот как. Ваймс изо всех сил старался сдержать улыбку. Гномам это вовсе не кажется смешным, сэр. Извини. И я боюсь, что избрание этого нового глубинного короля лишь усугубит ситуацию, хотя, конечно, я желаю ему всяческих успехов. Что, крутой парень? Эээ, сэр, вы ведь не можете всерьез полагать, что для того, чтобы выдвинуть кандидатуру на престол, подлинному гному достаточно уметь перевязывать раненых лесных зверюшек и распивать хэйхо. Но по гномьям стандартам король Рыс-Рыссон очень прогрессивный правитель, хотя, как я слышал, Анк-Марпорг он недолюбливает. Похоже, он, к тому же, еще и весьма разумный правитель. Как бы то ни было, многие из числа исконных горных гномов очень недовольны. Они желали, чтобы следующим королем стал Альбрехт-Альбрехтсен. А этот мыслит совсем не так прогрессивно, а? Он полагает, что даже выходить на поверхность земли опасно для гномьей идентичности. Это может привести к предательству своей расы. Ваймс вздохнул. — Что ж, по всему видно, проблем тут не шучные, Мурков. Но суть этой проблемы, ключевой, так сказать, ее момент, в том, что она не моя и не твоя, будь ты хоть трижды гном. Он постучал по стеклу витрины, защищавшему каравай. — Как значит подделка, а? Ты уверен, что он не настоящий? — Сэр, есть лишь один подлинный каравай. Мы называем его абсолютом и вещью в себе. — Ну, если это хорошая копия, кто бы догадался? — Любой гном, сэр. — Да шучу я. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия правообладателя, является независимым.